Как убить зверей и остаться человеком? Что означает татуировки главного героя и какой реальной банде националистов Америки отсылает фильм? А также, почему эта самая банда не гнушается делать бизнес теми, с кем вроде как у них существуют идейные разногласия, что в свою очередь перекликает нас с лентой «Американская история Икс» и дает некоторые ответы на тонкие вопросы, которые не все понимают. Также вы узнаете, как звучат и переводятся оригинальные клички некоторых персонажей, почему семья это не самое дорогое в жизни, что такое Цук Цванг и как главный герой оказался в нем, что необычного в камерах, в которой сидел главный герой. Все это и многое другое вы узнаете, посмотрев этот ролик. В общем, заваривайте чефир и поехали. Всегда любил добротные криминальные фильмы. А добротный криминальный фильм это всегда драма, по той причине, что человек, вставший на кривую дорожку, это всегда, подчеркиваю, всегда в той или иной мере жертва тех или иных внешних обстоятельств. Не буду вдаваться в философские детали о том, что кто-то свернул на эту тропинку, а кто-то смог удержаться, это все частности. В общем же и целом, для здорового общества криминал это всегда болезнь, а для человека, увязшего в нем, это всегда трагедия, просто кто-то это осознает, а кто-то нет. Вот. Выстрел в пустоту как раз об этом. Не знаю, как это название пришло в голову людям, выпустившим в прокат этот фильм на территории России, в переводе с американского сленга «шут калер» – это криминальный авторитет, обладающий властью принимать решения. Но дабы развеять все домыслы относительно названия фильма и его значения, вот как высказался о нем продюсер Гэри Майк Уолтерс. Выстрел в пустоту – фильм о человеке, который обладает полномочиями принимать решения о жизни и смерти в тюрьме. Когда убийство дает зеленый свет, курок нужно сжать, пулю нужно пустить, это требует беспощадности, это основная потребность. Ты должен стать настоящим альфа-самцом, чтобы подняться на вершину. Главный герой фильма – биржевой маклер Джейкоб Харлан. Честный и законопослушный человек, представитель верхнего среднего класса американского общества, живущий в Калифорнии с женой и маленьким сыном. Сыграл главного героя датский актер Николай Костер Вальдау, известный многим по роли Джейми Ланнистера в сериале «Игра престолов». Основная суть заключается в том, что главный герой, немного выпив, попадает в аварию, будучи за рулем авто. В результате столкновения погибает его друг, а другой водитель получает серьезные травмы. И вот так же резко и неожиданно, как и случается всякая авария, жизнь главного героя меняется с ног на голову. Я уж не знаю, чем именно мотивировались законодатели штата Калифорния или, возможно, США в целом, когда людей, осужденных за подобные преступления, сажают вместе с закренелыми убийцами, бандитами и так далее, но факт остается фактом. Главный герой попадает именно в такое место, о чему предупреждает его адвокат. Хотя, позвольте небольшую ремарку по сказанному выше. Я убежден, что все эти тонкости относительно того, кто, с кем и как должен проводить срок заключения, граждане, пишущие законы совершенно любой страны, прекрасно знают и понимают. И места не столь отдаленные никогда. Подчеркиваю, никогда в действительности не являлись, как их называют, исправительными учреждениями. А раз так, то ответ на вопрос, всегда думая о том, кому это выгодно, как никогда подходит для построения вполне конкретных умозаключений. Конечно, вы все и сами прекрасно понимаете, но для полноты обзора, думаю, стоило слегка расставить точки над «и». Главный герой в первую же ночь наблюдает все прелести своей новой жизни. На следующий день во дворе на него наезжает другой заключенный и понеслась. Настает момент истины, выбора, который определит всю твою дальнейшую жизнь заключения. Когда я готовил обзор на этот фильм, столько комментариев начитался веселых, что сложилось впечатление, будто добрая часть диванных экспертов только вчера откинулась мест не столь отдаленных. Это я к чему? Следующая часть обзора будет в некотором смысле ответом на один из таких комментариев, по той причине, что, во-первых, подобный вопрос может возникнуть у многих посмотревших картину, а во-вторых, жизнь главного героя по сути меняется в первый же день его пребывания за решеткой. Именно в этот день он должен выбрать, является ли он жертвой обстоятельств или нет. Собственно, все остальное повествование фильма – это лишь последствия этого выбора, а он является главным вопросом фильма, если хотите. Зачитываю. Насколько я понял из фильма, сломался герой в самом начале, побоялся быть униженным в тюрьме и пустился во все тяжкие, попутно потеряв семью и смысл своего существования. Это неправильно. Так человек поступать не должен. Человек не должен трусить. Однако с легкой руки режиссера это было представлено как стечение неких обстоятельств, мол от героя ничего не зависело, вот такая суровая действительность. А он наоборот не трусил, а мужественно защищал себя на зоне и поэтому добился от большого успеха в тюремной иерархии. Это уже ложь. Реалия это на самом деле суровая, но по факту герой разменял свою семью на свое благополучное пребывание в тюрьме. Все. В чем замысел фильма? Вот мне интересно, как человек, оставивший этот комментарий, смотрел эту ленту? Особенно умиляет эта детская по своей наивности фраза «Человек не должен трусить». Не должен, согласен, но трусит. Потому что страшно. Ты находишься в непривычной для тебя среде, в джунглях самых настоящих. Вы просто почувствуете эту ситуацию. Сегодня ты живешь своей привычной жизнью, а завтра ты оказываешься в месте убийц, насильников, наркоманов, ну и всего вот этого контингента. Там, где тебе и перо под ребро, как за здрасте, и вообще со всеми вытекающими. Место, где человек это ресурс, как деньги. И как будто каждый хочет тебя немного потратить. И в полной мере весь спектр ощущений, а следовательно и того или иного выбора в рамках таких условий может понять только тот, кто это прошел и прочувствовал на своей шкуре. Страх это инстинкт, который иногда может сохранить тебе жизнь. Особенно, когда первоходы, которые заезжают с тобой вместе в ту же ночь, оприходывают прямо на койке. Когда ты вчерашний из офиса, сегодня прибываешь в место, где рулят конкретные дяди со своими законами, которые не шутят. Но ты, как уже было сказано выше, не морской котик с 20-летней выслугой или чемпион мира по проламыванию черепов. И главный герой разменял свою свободу на то, чтобы его семья была в безопасности, к чему в итоге сводит фильм. И не только свою свободу, но и свою связь с этой семьей ради ее же, опять же, повторюсь, безопасности. И даже слоган фильма «Цена свободы» на мой взгляд вполне ясно об этом говорит. Главный герой защищал себя на зоне по той причине, что не смог бы выжить там в одиночку, о чем ему непрозрачно намекнул местный авторитет группировки. И также этот авторитет сказал, что для его жены и сына главное, чтобы он вообще остался жить. В этом некотором смысле заключается как бы основная идея пребывания в данном заведении. А защита в данном случае предполагала участие в делах банды, вроде как убить стукача, пронести порошок в задницу, участие в бунте и так далее. Это ведь явно не весь список. Смысл в том, чтобы запачкаться, чистых быть не должно. На этом и держится любая организация, особенно криминальная. Ну и да, именно то, как ты ведешь себя, какие решения ты принимаешь и как исполняешь те или иные приказы, именно это и является определяющим фактором в твоем положении в иерархии. Какая же тут ложь? А уж говорить о том, что главный герой разменял семью на благополучное пребывание в зоне, это просто смешно. А перед тем, как Джейкоб откинулся, ему совершенно непрозрачно намекнули, что теперь у него другая новая семья и действовать надо в ее интересах. И если по каким-то причинам это его не устраивает, то новая семья может очень обидеться и последствия будут не самые благоприятные. Возможно оставивший комментарий не понял, что главный герой попал в положение Цукцванга, так сказать. Это положение в шашках и шахматам, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Грубо говоря, в данном случае из двух зол выбирая меньшее. Понятное дело, что сделав выбор, тебя начнут все больше засасывать его последствия, но суть в том, что положительного выбора нет. Или автор думает, что если бы Джейкоб пошел в отказ, то на него не смогли бы надавить? Не смогли бы, к примеру, предварительно опустив, принуждать ко всевозможным грязным делишкам, постоянно угрожая его семье, как в итоге это и произошло. Почему автор комментария решил, что у Джейкоба был какой-то реальный выбор, отсидеть спокойно полтора года и выйти на свободу, не запачкавшись, безмятежно проводя ночи на своей койке. Да, ему пришлось сломать свою личность и встать на путь зверя, и да, едва ли он об этом мечтал, ему вообще это было все нужно. И главный герой за все свои поступки платит свою цену. Режиссер это подчеркивает. Он решил участвовать в бунте, ему продлили срок, он получил развод с женой и разлуку с сыном. После первого убийства стукача, нам сразу же следом показывают сцену, как он вынужден отвернуться от сына, прося его исчезнуть и забыть о нем. А в итоге главный герой получает пожизненное. Разве все это можно назвать «хорошо устроился»? То есть он настолько идиот, что мог отсидеть полтора года, вернуться к своей жизни, а в итоге улетел во все тяжкие? И фильм ведь в действительности не о том, почему главный герой на эту дорожку встал. Тут явно дали понять, что встать на нее нельзя. Его изначально на нее определили. Вопрос был лишь в том, как далеко он смог бы пройтись по ней живым. И далее вопрос более тонкого характера, который как бы и задает фильм, при этом не отвечая на него, как бы давая зрителю возможность самому поразмыслить над ним. Возможно ли остаться человеком, находясь в таких условиях? И оставшись им, но прогнувшись под эти условия? Насколько можно считать человека условно плохим или хорошим. Причем в данном случае судьей выступает зритель, каждый в отдельности, сам для себя. Режиссер ведь выбрав данного персонажа, пытался лишь дать понять, что в такой ситуации может оказаться каждый. Зрителю лишь нужно спроецировать на себя увиденное. И главный герой в глубине, в начале своего личного выбора, не того, который диктует обстоятельства, а личного выбора, зверем все же не стал. Именно поэтому он сдал копам склад с оружием, и именно после этого режиссер нам показывает, как он получает письмо от сына, и в итоге Джейкоб получает свое прощение. Потому что человека определяет не только его выбор, но и намерение. Потому что на выбор зачастую действуют внешние силы. А намерение лежит в основе свободного выбора. К примеру, есть деяния, совершенные преднамеренной и непреднамеренной. И даже в нашем, далеко не совершенном мире, за это предусматривается по закону. В данном случае я не говорю о том, кому и какие выносятся приговоры. Потому что как раз приговор это очень субъективный вопрос, на который влияет множество факторов. А говорю про то, с каким изначальным смыслом подразумевались те или иные наказания в силу тех или иных совершенных каким-то конкретным человеком деяний. Жизнь не всегда, а точнее почти никогда не ставит человека перед легким выбором в сложных ситуациях. Собственно, на то они и сложные. Что ж говорить тут, бывает в магазине человек может зависнуть, выбирая что взять, пепси или колу. Зачастую случается так, что приходится выбирать из двух зол. Но творить зло осознанно, наслаждаясь этим, это и означает быть этим самым злом, зверем. И осуществлять это зло намеренно, следовательно и являясь изначальной причиной этого зла. Да, людей приучили, в том числе через кино, ко всем этим вымышленным персонажам, рафинированным героям с вечно блистающими доспехами, незапятнанной репутацией и так далее. Но это все там, в выдуманной и идеальной реальности. А в нашей, герой это прежде всего тот, кто смог вне зависимости от обстоятельств сохранить в себе человечность, а не звериный оскал. И как правило, главный герой всегда запачкан. Кто-то в дерьме, кто-то в сплетнях, предательствах, кровей и так далее. Святых тут быть не может, но этого ведь и не требуется. Требуется быть и оставаться человеком в своей основе. Почему система построена так, что человек стоит перед выбором, или потерять достоинство, или потерять жизнь, или как минимум нормальную человеческую жизнь? Кто виноват, что система устроена именно так, и как ее исправить? Фильм не озвучивает данные вопросы, но как бы провоцирует зрителей подумать об этом. Кстати, несмотря на то, что это криминальная драма, данная лента не испугает вас фонтанами крови, здесь ее практически нет. Потрохов, обезображенных трупов и прочего неприглядного тоже. Как и нет этой вечной обнаженки по поводу и без. Есть лишь одна сцена, даже правильнее сказать, пару кадров на вечеринке в честь освобождения главного героя. А такие излюбленные режиссерами сценами в стрип-барах или уличных путан тут нет вовсе. Кстати, по поводу комментариев в стиле фильм лажа, все ненатурально, в штатовских зонах все не так и так далее. Я, конечно, лично в тамошних местах не бывал, но вот есть на ютубе канал, где автор канала, отсидевший 10 лет за попытку ограбления банка, до этого помотавшийся по тюрмам штата за торговлю наркотиками, рассказывает про жизнь в американской тюрьме. Надо сказать, он не пытается как-то гламуризировать тюрьму и всячески убеждает зрителей канала никогда туда не попадать и вообще вести законную жизнь. Вроде как он даже по школам ходит с лекциями про то, что тюрьмы и банды это плохо. И вот автор канала сделал видео со своей рецензией про фильм Shoot Color, где он похвалил фильм за реалистичность и правдивое отображение всей отвратительности тюремной системы в США. И вот автор отзыва, который я нашел в интернете относительно вот этого канала, ссылается на то, что он его мнению доверяет в этом вопросе больше. Ссылку на его рецензия будет оставлена в описании к ролику. Что ж, теперь давайте перейдемте ко второй части обзора и я предлагаю разобрать некоторые моменты из производственной части фильма, потому что они также заслуживают внимания не меньше, чем сам сюжет повествования. Начать думаю с того, что фильм является заключительным в трилогии за авторством Рика Во после преступника и стукача, который является, пожалуй, лучшим из них. Правда из-за ограниченных кинопоказов фильм собрал очень скромную кассу в 3,5 миллиона долларов по сравнению почти с 10 миллионам бюджетом, став провальным с точки зрения сборов. Однако, на мой личный взгляд, фильм явно заслуживает большего и при нормальном прокате в кинотеатрах смог бы собрать внушительную кассу. Также немаловажным фактом являются досъемочные исследования режиссера. В течение двух лет Рика Во был тайным агентом Калифорнии для того, чтобы получить возможность достоверно показать нравы и порядок тюремных заключенных. Вот цитата. Когда двери открылись, я получил доступ к этому жестокому миру. Никто не знал, что я режиссер. Они просто видели меня как полицейского новичка, поэтому ничто не подвергалось цензуре. Я быстро узнал, что охранники могут управлять дверями и воротами, но банды управляют тюрьмами. Что касается самого пребывания главного героя в местах не столь отдаленных, вы могли заметить, что камеры, в которых он пребывал, за исключением последней и номером в отеле под номером 13. А уже самого зверя мы видим в клетке, которая является шестой по счету. По сути повествования это классика, чтобы занять место дракона, нужно его убить. Также, чтобы убить зверя, нужно заключить в клетку того, кто его охраняет, в данном случае это человек системы. И в фильме как бы тоже показано, на кого реально работает сотрудник колонии. Охранник служит зверю истинному и не просто так, а получает за это материальную выгоду, о чем и упомянул главный герой. Почему я упомянул о таком, казалось бы, и так известном факте, я также читал отзывы с критика фильма о том, что откуда у заключенных ножи, почему никто не шманал нормально камеры и так далее. Не буду комментировать лично, вот послушайте, что об этом говорит бывший член группировки Арийского братства. Чтобы получить деньги и власть, братство вскоре научилось манипулировать системой и получать помощь тюремщиков. Некоторые тюремщики поддерживали белых, потому что черные убивали охранников. Их симпатии находились на стороне белых. Они создали нечто вроде альянса. Это касалось не всех, а только некоторых. Некоторым охранникам мы нравились. Они разделяли идеи, за которые мы боролись, но это касалось не всех. Иногда мы спрашивали их, не хотят ли они заработать. Им платят немного. Они говорили, да, мы пошлем вам пакеты, и было бы хорошо, что если бы вы могли пронести их для нас, а мы дадим вам 500 долларов за каждый подобный случай. Большинство охранников хорошо на этом зарабатывало. Они принесли нам оружие и информацию. Они приносили нам карманные ножи. Всегда, когда мы входили в душ или отдыхали, охранник должен был входить в нашу камеру и обыскивать ее на наличии контрабанды. Иногда мы возвращались в камеру, и охранник нам говорил, взгляните под подушку. И там находился карманный нож. Что касается ключевых персонажей, с которыми столкнулся главный герой. Первый это тюремный авторитет Баттлз. Его кличка на первый взгляд переводится просто как какие-то бутылки, что ли. Но оказывается Баттлз это очки с толстой оправой. Грубо говоря, на нашем сленге он бы носил прозвище что-то вроде очкарик или около того. Дробовик так и переводится, где-то его озвучили как волына. Его отлично сыграл Джон Бернтал, который, между прочим, в прошлом учился в московской школе-студии МХАТ. Кстати, по поводу дробовика. Вот ключевой момент, почему главный герой стал подозревать его и сразу после этой сцены начал за ним следить. Обратите внимание на его жест. Качание головой сразу после того, как главный герой сказал про то, что точные координаты сделки будут получены за час до нее. Зверь сказал ему, что главное оружие воина это его мозг. А также, что он увлекается книгами по психологии. Этот знак проявления типичного выражения недовольства только что полученной информации. И делается он неосознанно. Дробовик услышал и сразу замотал головой. Тут явно что-то не так. И дальнейшие его отмазки, конечно, смотрятся слишком глупо. Это сразу поймет человек, который более-менее знаком с языком жестов. В оригинале у Джейкоба кличка Мани, это именно деньги. Хотя в дубляже прозвище перевели как Баблос или в некоторых как Делец. Теперь перейдем к татуировкам главному герою. Вот что они означают или во всяком случае то, что я смог о них узнать, так как я в этом деле не особо специалист, поэтому если что не так, извиняйте. Татуировка на груди имена Катрин и Джошуа. Скандинавский крест обозначает, что он верит в то, что скоро вернется в семью. Это его первая татуировка. Вторая тату сделана за день до того, как ему увеличили срок. Решетка с черепом и часами с грустным лицом. Означают тяжкое ожидание. На плечи череп с датой и номером 191.B. Это статья Калифорнии автоубийства в нетрезвом виде и дата вынесения приговора. Песочные часы, условное значение, все проходит, пройдет и это. Или время так быстро летит, но иногда кажется, что оно остановилось. Вроде двойственности ощущения времени, о котором он писал в письме сыну. Скандинавские войны или викинги и топоры означают причисление к банде и арийской расе. На спине надпись White Pride, что означает белая стая и крест, украшенный скандинавскими узорами. Бильярдный шар с цифрой 8 на цепи означает, что владелец рисковый и готов идти на удачу. На правом предплечье театральная маска в огне означает, что это вроде как его прошлая жизнь осталась в прошлом. На внутреннем предплечье левой руки могильные плиты с числами. Каждая плита это год в тюрьме, как бы похороненное время. Замочная скважина на сгибе правой руки означает, что ее владелец сидит не первый раз и является опытным заключенным. Паутина означает, что владельца этой татуировки что-то поймала, наркотики, тюрьма или банда. Также возможно у арийского братства паутина означает убийство по национальному признаку. Когда следователь спросил у главного героя про тату в виде клевера, свастика поверх клевера, насколько я понял, это основной символ арийского братства. И пожалуй сейчас стоит упомянуть о том, в какую же именно группировку вступил главный герой, так как это не некая абстрактная банда, а вполне себе реально существующая ОПГ. И вероятно даже не просто арийское братство, а конкретная группировка. Public Enemy Number One. Вы можете наблюдать эту же татуировку у дробовика. Эта группировка тоже вроде как аффилирована с арийским братством и базируется в Южной Калифорнии. Ее члены были признаны виновными в преступлениях, включающие незаконное производство метамфитамина, торговлю огнестрельным оружием, подделку документов, убийство и организацию нелегальных собачьих боев. Членами арийского братства, как правило, могут быть белые мужчины, хотя по некоторым источникам они начали принимать представителей других рас в свои ряды. Чтобы заключенными получить членство в банде, ему необходимо убить другого заключенного. Как гласит их девиз «Кровь впускаем, кровь выпускаем». Но если он захочет покинуть банду, убьют его. На формирование основы очень сильно повлияло активное участие в движении скинхедов, именуемой White Power в Лонг-Бич, Калифорнии в течение 80-90-х годов. Основные операции Pan One переместились в Orange Country, где они начали активно рекрутировать пригородную молодежь. В 2000-м влияние банды распространилось всюду по Калифорнии, Аризоне с отделениями Вайдаха и Неваде. Также они тесно связаны и сотрудничают с Арийским братством и Кукуз-кланом. Pan One является необычным гибридом из трех составляющих – скинхед-банде, уличной банди и тюремной банди. С начала 2000-х их организация значительно выросла, особенно в Калифорнии, и также распространилась на соседние штаты. Увеличивающаяся сила Pan One происходит в значительной степени от ее способности позиционировать себя как White Power Criminal Organization, способную к действию самостоятельно на улицах и в тюрьмах, как пехотинцы для старших, более влиятельных тюремных банд. В дополнение к связанной с наркотиками преступной деятельности, участники Pan One совершили много тяжких преступлений, включая нападения, убийства и покушения на жизнь. В 2007-м полиция Orange Country арестовала 67 членов группиров после изучения предполагаемого обширного списка нападений готовящихся бандой. Этот список мишеней включал в себя пятерых полицейских и занимавшегося делами банды государственного обвинителя. Арестованные были обвинены в заговоре с целью убийства в незаконном владении оружием и подделке документов. Относительно некой схожести с американской историей X, обзор на которую как раз таки YouTube все-таки забанил, если кто помнит, главный герой фильма истории был идейным нацистом и он не приемлем никакие взаимоотношения с враждующими расами и именно на этой почве вышел из группировки. Он оказывает услуги этому латиносу? Просто Митч немного зарабатывает на стороне. Он не должен это делать. Меня тошнит от этого. Столько болтовни, а на деле все по-другому. Не увлекаясь этими проповедями, мы уже устали от этого дерьма. Полегче. Он покупал мексиканцев и продавал среди своих. Он ни во что не верил, как и все они. В фильме «Выстрел в пустоту» некоторым зрителям также может быть не совсем ясен момент, я читал об этом комментарии, что якобы глупо смотрится, как представитель Белого Братства делает общие дела с мексиканцами. Но тут, вспоминая схожую историю из американской истории, хочется напомнить, что не для всех деньги имеют запах, а также несколько более тонкий факт. К примеру, вместо массовой драки белых против черных, в фильме нам было показано, как корейское братство в союзе с мексиканской бандой Сурьениус выступило против черных банд и их мексиканских союзников из Нортениус. И вероятно с представителем Сурениус главный герой и проводил в дальнейшем сделку с оружием. Арийская группировка — это не была организация вроде «Арийские нации» или что-то подобное. Я имею в виду, все началось с очевидной расовой ориентации. Но они связались с мексиканской мафией и образовали союз с организациями черных преступников, что расширило интересы группы. Образовался альянс между арийским братством и мексиканской мафией. Этот союз изначально был основан не на этнической любви друг к другу, а на торговле наркотиками, чтобы арийская группировка и дальше могла получать наркотики. Более того, в одном из интервью, насколько я понял, участник «Арийского братства» прямо говорит, что в какой-то момент организация решила делать бизнес. Большой бизнес. И делали его в том числе и с черными. Он говорит, что расовый вопрос так или иначе всегда имеет место быть, но в итоге, насколько я смог сделать вывод, бизнес вышел на первый клан. Рассивная вещь всегда происходит. Не заканчивается, и это просто плохое для бизнеса. Федеральный бренд — это бизнес. Это плохое для бизнеса. Мы хотели бы сделать бизнес и создать общинства и общинства. Детерпедуру к созданию эмпираю, бренд начали делать бизнес с не-блотом, не-блотом. Мы были партнеры в там где-то, которые были мексиками. Эти разные бренды, не в какой-то росте, они делали бизнес. Конечно, нельзя не добавить некую ложку дегтя в фильм. Все же есть несколько неуместные сцены. Не до конца раскрытые персонажи. Чувствуется иногда некоторая затянутая сцена. Выстрелу в пустоту как будто не хватает какой-то изюминки, чтобы позволило ему выделяться на фоне прочих представителей жанра. Некоторые моменты вроде отсутствия камер наблюдения во дворе с клетками заключенными, когда один зэк может легко убить другого, этого никто не заметит, смотрятся несколько странно. Также не совсем понял, почему АК-47 находится в ящиках от ментовки Мосина, которые по фильму прибыли из Вьетнама. Хотя, возможно, я не знаю каких-то особенностей, не исключаю и такой факт. В общем, если некоторым фильмам не хватает к сюжету приложить больше режиссерских усилий для огранки деталей, то в случае с выстрелом в пустоту ему не хватает какой-то насыщенности, что ли, в общем сюжете. Хотя, если брать во внимание исключительно то, что акцент делался именно на трансформацию личности главного героя, то тут можно сказать, что все показано вполне ясно. И в итоге отвечая на вопрос, почему же семья не самое дорогое в жизни, потому что самое дорогое в жизни это глупость, ведь за нее приходится дороже всего платить. Надеюсь, обзор вам понравился, поэтому жду ваши комментарии и лукозавры, отдельная благодарность меценатам канала, я же с вами прощаюсь и надеюсь до новых встреч. Всем удачи!